Ребятки, всем доброе утро или хорошего времени суток! Я сегодня очень рано. Говорила вчера, что не выйду в эфир, потому что у меня сегодня стоит огромная задача. Действительно, мне её нужно решить. Спасибо вам за пожелание, чтобы у меня всё получилось и сложилось. Я уверена в том, что всё получится. Но для этого нужно потратить время, потратить мой день. С чайком к вам пришла, так что быстренько сюда ко мне все подтягивайтесь со своими вкуснейшими. И ароматными кофе и чаем. И сделаем с вами, ну хотя бы один обзор. А может быть и вечером получится. На Самвела Адамяна, вернее на его видео, всё-таки повёз маму в больницу поздно. Вечером, ребят, дела плохи. Очень сильно болит ребро сбоку, под грудью. И вижу, Васильевна не притворяется, как мне кажется. Знаю, что будете хейтить некоторые. Говорит, что она кобыляка здорова. Что ничего в ней там не было лыть. Что она играет роль. Ребят, я верю. Когда у человека болит, искажённое лицо от боли, перепуганные глаза. Но человек живой, неважно какой он, когда болит. Ребят, ну это болит. И нужно как-то немножко, да, адекватнее относиться к этому. Я верю, что всё у Васильевны вот так вот сложилось. Что она, превозмогая эту боль, едет в больницу сейчас. Самвел её везёт. Ребят, ну и вот это вот одевание. Все увидели в больницу, да. Немножко у меня, конечно же, какой-то истерический смех. И грусть, и всё вместе смешанные такие чувства это действо вызывало. Безусловно, безусловно, вы будете правы, если скажете, что этим должен заниматься не сын, а вот женщина какая-то. Дочь, внучка, соседка, племянница, женщине как-то проще, она быстрее ориентируется и соображает, что нужно в такой ситуации. Хочу ещё Самвелу дать маленький совет, мама пожилая. Конечно же, болячки есть, и они будут дальше и сыпаться на голову. Ничего не поделаешь, так устроена жизнь. Поэтому, Самвел, если посмотришь мой обзор, заметочку сделай себе, я сейчас с добрыми намерениями абсолютно, как всегда, если ты знаешь, да. Смешно, но как всегда, невзирая на мою критику. Поверьте, ребят, я точно так же и к Эдику отношусь, хотя вы видите огромную разницу в пропасть, как пишете мне. И тем не менее, о чём это я хотела сказать? Какой-то всегда новенький халатик, ночная рубашка, каких-то пару трусов, носков, колготки, новые тапочки. Это должно быть, вот лежать в пакетике, полотенечко новенькое, да, в пакетик положить и в гардеробной у вас положить на полочку где-то укромное местечко, пусть лежит. На всякий случай, вот экстренная ситуация, ты себе быстренько взял и вперёд, мамку под мышку, в машину прыгнул и у тебя всё готово. Ну, одеваются, это, конечно же, ну, я немножко посмеялась, честно, хотя ситуация грустная, ну, как селка, но он не может, лично у меня не может вызывать, не вызывать чувство вот этого вот какого-то юмора, я не знаю. Самвел, вот это зачухмаряно, стоит, штаны спадают, труханы наверх, тут вот этот чубчик какаду, все волосы жирные, озоломлены, небритые. Ну, Самвел, ну, ёлки зелёные, ну, как ты выглядишь? Ну, я не могу на это спокойно просто смотреть. И у мамы всё болит, этот бок, она ой-ай, не присесть, ничего не может сделать сама, потому что очень сильно болит, ушиб. Кстати, после больницы, я скажу, Самвел так и не озвучил, что там на снимке было, или это ушиб, или там трещина, или перелом. Но я думаю, если бы был перелом, то селка бы озвучил, я так думаю, ребят, непременно бы это сделал, но может быть очень сильный ушиб. Итак, мамка ойкает, кривится, ей очень больно. Что одеть? То они решают, ляфик надо или не надо, лифон я имею в виду, лифчик, бюстгальтер, это перевожу на все языки, чтобы было понятно. Это я юморю, ребята, ляфик, это в юморной такой форме. Хотя я знаю точно, там же застёжечки какие-то, да, и нужно будет снять Самвел его. В любом случае, эти крючочки металлические нельзя на рентгеновских снимках. Дальше, на голое тело. А чё футболочка? Я понимаю, что тяжело одевать. Но какой-то, может быть, ситцевый халатик одеть на голое тело, чтобы на пуговичках застегнуть, и потом удобно было снять. Но на голое тело, ребят, натянули этот кардиган, как он говорит, плотный такой трикотаж. У нас, я вижу, в таких кардиганах типа пальто. Ходят осенью, весной, когда уже тепло на улице, да, но ещё не можешь ты снять всю верхнюю одежду, потому что тебе некомфортно. Вот женщины и одевают. На голое тело это пальтишко трикотажное одел. Ну, если по большому счёту, я думаю, ничего страшного. Штаны на голые босые ноги. Шо ты без трусив будешь? Я думаю, что мамке абсолютно всё равно. Трусы, лифчик, ей по барабану. Штанцы. Ну, штанцы, вот это вот стекло, абсолютно синтетика, на голые ноги, ну холодно же. Ну, колготки не стали одевать. В общем, снарядили бабусю. Сверху одели курточку. Самбел одевает, помогает, в коевике не орёт дурниной. Это уже большой прогресс. Молодец, потому что в таком случае, ну, поспокойнее как-то нужно себя вести. Вины её уже на сегодняшний день никакой нет. Ну, неважно, по какой причине она свалилась. Это уже случилось. И нужно как-то выходить из данной ситуации. Слава богу, ребята, хоть не орёт. Молча помогает, вижу, что спокоен. И штанишки одевает, и ботиночки принёс. Абулы, кардиганчики, и даже поухаживал. Вред, давай, мамочка, шарфик тебе оденем, потому что голая шея. Мне очень понравилось. Севка, ну, вот так нужно себя и вести. Поухаживал за мамой. Какие-то у меня чувства даже умиления были такие. Я посмотрела и подумала, ну, может же быть нормальным человеком. Ну, может же быть адекватным, сочувствующим, нормальным. Чего всегда орать нужно? Я понимаю, что он переживает. Ребят, я сама об этом говорила миллион раз. Это такой человек, да, холерик по натуре, такой характер истеричный. Но нужно в 40 лет уже как-то собой уметь руководить и немножечко себя сдерживать. Если оглядываться на ситуацию. Оделись у Коли в машине. И здесь слышу, колясик читает лекцию Севки. На канале у Коли зрители ему понаписывали, нажаловались, как сам Вел, когда ехал с Викой, был за рулем, как он орал, как он открывал окно, эти все возгласы. Давай, шевели колготками своими. Помните, все, да, на пешеходном переходе, когда проходили пешеходы, женщины, ну, вел себя безобразно, хочу сказать, отвратительно, никакие рамки не влезает. Я думаю, еще подключил, конечно же, свою актерскую игру. Нужно было какой-то контент, да, Севка, контент превыше всего. Это наше все у блогеров. Безусловно, никакие советы зрители ему на пользу не идут, он никого не слышит. Вот это вот бахвальство, такая бравада, О-хо-хо, йо-хо, вот эти вот все дела. Ну и колясик уж понаписывали, понимаете. Вижу, что Коля несерьезно, но отчитал. Ты шо хочешь, шоб я купив новую машину и ездив на своей? Прозвучало, как угроза, Савел, что это было. Конечно, колясик этого хочет, но ты как-то угрожающе сказал. Почему? Непонятно мне было. Покупай машину, свою покупай, и можешь делать, что хочешь, за рулем своего автомобиля. И уже никто за тебя отвечать не будет, хотя, я думаю, переживалки, конечно, всякие у колясика будут присутствовать, потому что все мы, если зрители прекрасно понимаем про тебя все, какой ты, на что ты способен, то колясики подавно понимают, как ты можешь себя вести за рулем и какие последствия потом могут следовать за вот таким твоим поведением. Опасно, Савел, опасно. Мы тоже тебя как-то предупреждаем. Стараемся это сделать. Заметь, неравнодушный к тебе, заметь, все люди, вот даже, которые тебя ругают, которые тебе советы дают, которые даже негативно выражаются с критикой в твой адрес, это все люди неравнодушные, а это самое главное. Я вот точно об этом знаю. Все об этом могу тебе поведать. Это люди, которые к тебе относятся. Не абы как. Это те, которые за тебя переживают, относятся как к нормальному, хорошему, доброму, отзывчивому человеку, хотя ты не всегда таким бываешь, да? Бывает, нам устраиваешь трешики еще те, что хочется тебя просто трухануть так и под затыльник влепить. И тем не менее, очень хорошие зрители у тебя на канале. Я думаю, нужно все-таки в своем возрасте понимать хоть что-нибудь, хоть маленькую долю того, о чем тебе советуют и говорят. А порой и кричат просто зрители, Самвел, побереги себя, что же ты делаешь? Дорога – это всегда опасность. Итак, ребят, пока Коля здесь отчитывает Севку за рулем, едут они в больницу, мамка сзади трындит и трындит. Я думаю, она что, сама собой разговаривает. Или хлопцам что-то рассказывает, а они не обращают на нее внимания между собой, да, общаются. Потом, насколько я поняла, по-моему, Андрей Сытник тоже присутствовал, да, приехал сюда в больницу. Поэтому я сделала такой вывод, что, может быть, она на заднем сидении с Андреем разговаривала, и вот там нахваливала, что потолки в квартире у Самвела, сделали хорошо, что она видела на видео. Ну, скорее всего, была такая ситуация. Ребят, сделали в больнице, значит, снимки, и вот сейчас уже вернулись в машину, в салоне. Не говорит Самвел, что там. Так что там вообще на снимках? Алло, гараж, севка, ты же поведай. Все люди, зрители переживают. Там есть переломы, или там трещины, или просто ушибы. Я склоняюсь к той версии, что просто там, наверное, сильный ушиб. По названию препаратов, которые им назначили, это все обезболивающие. Обезболивающие, как вы всегда исправляете. Вот у нас все люди в Украине почему-то говорят обезболивающие. Хотя от слова «боль» все мы прекрасно это понимаем. Ну, ладно, будем стараться, ребят, говорить правильно. Будем стараться. Хотя не всегда это получается, ошибаемся уж. Ну, простите нас, меня в первую очередь. Значит, обезболивающих назначили. Там и пластыри, и препараты, таблеточки нужно пить. Ну, а какое тут может быть лечение, ребят? Ну, никакого. Итак, купил пульсоксиметр Самвел, потому что здесь на рентгене врач померил у Васильевны 82 цифру. Озвучил, это очень низко. Я еще сразу же подумала, если ковида нет, а симптоматики никакой, тест Самвел ей сделал, хотя тоже, насколько правильно он его сделал, тут бабка надвое гадала. Я сразу почему-то, ребят, подумала, думаю, не дай бог там метастазы в этих легких, потому что все вы знаете ее проблемы, да, онкологию, которая вроде бы как в ремиссии была. Думаю, вот не дай бог там что. Вот только с этим связала. Прошу прощения, если вы услышали стук, это выстрелила таблетка в посудомойке. Извините, пожалуйста, но мне нужно делать все параллельно и очень быстро. Сегодня загружен день. Прошу вас всех прощения. Итак, ребятки, 82, думаю, ничего себе. Это что-то, ну, очень серьезное. Хотя по Васильевне не скажешь. Она чувствует себя, дыхалка нормальная, все, не жалуется, не задыхается, не видно ничего. Купил новый пульсоксиметр, накупил этих назначенных Самвел ей препаратов, дома меряет и хочется тут просто криком кричать. Себе он меряет, кладет руку на поверхность, рука лежит правильно. Маме в воздухе ни на что рука не опирается. Вот так вот на весу одевает эту прищепку. Тоже там высвечивается, а то 96, потом 82. Начинает, вижу, нервничать. Руку можно куда-то на поверхность покласть? Можно? Можно это сделать правильно. Самвел, не давление померять вы не умеете правильно. Пульсоксиметр. Что сложного? Руку положил на поверхность, чтобы все ладонью. Предплечье, локоть. Предплечье, понимаем все правильно, да? Предплечье, это вот эта часть от локтя до кисти. Предплечье. А вот это, ребята, плечо. До локтя вот это вот плечо. В школе я училась очень хорошо. Поэтому предплечье, вот эта часть руки и кисть кладется на поверхность, опирается полностью. И только потом пульсоксиметр одевается на палец. Померили, я думаю, что все-таки врач ошибся, что там все с сатурацией нормально. 96, 98, даже 99 цифра. Я думаю, что там все хорошо. Ну, ушиб. Может быть, еще немножечко где-то, да? Есть какие-то огрехи. Я не думаю, что там какая-то проблема с сатурацией. Боль. Есть боль, которую будут лечить обезболивающими. Ну, на этом как бы и все. Ребятки, свой обзор закончила. Пишите, пожалуйста, комментарии. Я всем вам желаю хорошего дня, хорошего времени суток. Так, все берегите себя аккуратно, чтобы никто нигде не споткнулся, не упал, не поскользнулся. Давайте к себе бережнее относиться. Васильевна, лично к вам обращаюсь. Ни на что не взирая. Я и все мои зрители вам желают крепкого-крепкого здоровья. Будьте здоровы, пожалуйста, берегите себя. И, Самвел, тебе терпеть. Правда, оно тебе очень понадобится. Как-то старайся держать себя в руках. Ребят, глоточек чая вместе с вами и побежала. Все, YouTube, пока. До скорых встреч.